Жизнь, в которую мы с нами попали, родители, это именно та, которая наилучшим образом построит каждую из нас спасение. Наша ошибка с вами заключается в том, что мы спасение воспринимаем иначе, чем Бог. Мы все время хотим спастись не от того. Мы то от людей хотим спастись, то от каких-то трудных обстоятельств спастись, то от голода спастись, то от болезней спастись, то от людей каких-то спастись. А нужно спастись нам от греха. Причем не того, который внутри каких-то людей. И в результате этого какой-то нам ущерб наносится. Вплоть до того же удара по голове. А спасись от того греха, который внутри нас. Который внутри нашей души. И вот этот грех, это не есть совокупность каких-то наших нехороших поступков. Это вообще само наше устроение. Свойство такое. Нашей души. Это свойство, а лучше даже сказать отсутствие свойства. Потому что наша душа, она создана таким образом, что могла бы познавать Бога. Но в результате этого повреждения, вот эта возможность утрачена. И вот эта утрата возможности общения с Богом, это и есть грех. Грех не есть ложка йогурта или половина вареного яйца. Грех не того, что человек в ванной в субботу или в воскресенье крюк привинтил для полотенца. А грех, это то, что мы живем вне Бога. А уж наша такая безбожность, в чем она выражается? В наплевательском отношении к церковному уставу. Или в беспробудном пьянстве. Или в сквернословии в воровстве. Либо в блуде или в каких-то еще неподобающих для такого высокого человечества сана. В деталях это не играет роль. Это уже следствие. Каждая болезнь, она может выражаться по-разному. Или не выражаться никак. То есть, когда уже начинает выражаться, это уже близко к смерти. Вот рак, например. Когда он обнаруживается, то часто уже сделать ничего нельзя. А человек даже и не знал. Или там человек кашляет. А почему он кашляет? У него может быть туберкулез. У него может быть ореховая скорлупа попала в трахею. У него может быть пневмония. У него может быть грипп. У него может быть что угодно. Даже аллергия. А он кашляет. И вот мы все время обращаем внимание на то, что там, кашляю я там, или это, вместо того, чтобы понять саму причину. А причина вот в нашем таком привычном, безбожном существовании. Вот архатул Гавриил из всего человечества по благословению Божию пришел к единственной, которая могла бы его услышать. То, что наша еще беда в чем? Как вот пословица говорит, большое наше с вами затруднение выражается в русской такой пословице. Хоть кол на голове тиши. То есть вместо нашей головы можно ее использовать как пень, на котором заострять кол. То есть постоянно рубить, оставим топора по теменю, а нам, на нас это никак не отражает. То есть вот никакими словами, убеждениями, примерами прошибить вот эту нашу сопротивляемость как бы невозможно. Единственное, что возможно, если мы сами захотим освободиться от греха. Не выяснить вот, что ложка йогурта или кусочек корки голландского сыра, или вот еще что-то, что забыл мой дедушка, когда меня на свете не было, некоторых мучили. А может, говорит, мой рот проклят, поэтому я и пью. Ты пьешь не потому, что рот твой проклят, а потому, что ты алкаш. И рот твой совершенно ни при чем. Ты такой же сын Адама, как Поль Роксов и Анжела Дэвис. Абсолютно. И мать твоя такая же Ева. И ничем ты не отличаешься. Ни от китайца, ни от малайца, ни от монгола, ни от негра. Ничем. Ты такой же сын Адама. И ты такой же грешный человек. И вот есть у тебя возможность, человек, вернуться к Богу. И нужно только поверить, что вот это возвращение, оно идет по ступеням. И эти ступени, об этих ступенях рассказал сам Господь. И нужно послушать, что Он говорит. И постараться каждому вот на этих ступенях попытаться вскарабкаться. Я не говорю встать, потому что с первой попытки вообще ни у кого не получается. Ну, например, вот Господь говорит об одной ступени. Вот мне сегодня что-то на память все время, именно эта ступень приходит. Он говорит, что ты видишь, сучок, в глазу брата твоего? Вынь сперва из собственного глаза бревно. Тогда увидишь, как вынут сучок из глаза брата твоего. А то ты сучок из глаза другого вынимаешь, а бревна в своем не чуешь. Вот такая ступень. Попробуй никого не учить. Попробуй никого не спасать. От всех отвали. Займись собой. Оставь людей в покое. Не трожь никого. Займись бревном, который в твоем пельме сидит. Вот этим займись. Нет? А вот сын? А вот зять? А вот муж? А я не знаю, что делать. Да ты с собой займись. Оставь людей в покое. А не люби ближнего. До этого еще это очень высокая ступень. Оставь ближнего в покое. Хотя бы до обеда. Дай ближнему от тебя отдохнуть. Не устраивай ближнему жизнь. Ад. Вот попробуй стать таким человеком. И это будет великое благо. Ты уже на одну ступень встанешь. Для чего? Чтобы увидеть следующее. То, что вот я на третью ступень встал, мне уже даже последних видно. Вот это для чего. Потому что чем выше, тем больше кругозор. Поэтому чем дальше, это если на одну ступень встанем, когда вот бревно и собственно глаза вынем, сколько же мы увидим еще такое огромное поле деятельности. Не потому, чтобы еще в других людях что-то увидеть. А мы тогда еще увидим в себе. И сможем сделать следующий шаг. Тогда увидим еще больше. А потом, может быть, сделаем третий шаг, когда увидим еще больше. И вот это видение, это и есть духовное зрение. Почему? Потому что мы будем видеть истину. Духовное зрение это видение истины. Истина заключается вот в чем. Что ты не учитель другому человеку. А ты последняя скотина. Ты хуже насекомого гораздо по своим нравственным качествам. И нет на свете такого сапога, который бы тебя раздавил. А твоя участь именно такова. По справедливости нужно было тебя раздавить, как таракана. Но вот милость Божия, что пока это не случилось. Вот это истина. И это надо увидеть. Поэтому вот этот полураздавленный таракан, он не имеет права заедать жизнь других людей. Он должен оставить всех в покое. Начать с этого. И насколько же легче будет жить вокруг нас, нашим ближним. Если мы оставим их в покое. Это будет начало нашего спасения. Но не только нашего. Но и ближних наших. Потому что вместо ада, который мы превращаем нашу жизнь, в этой нашей жизни появится светлое такое пятнышко. Маленькое такое пятнышко рая, света, божества. Как вот на нашей земле, в день Благовещения, вот осветилось, маленький уголок, затерянный где-то незнамо где, на краю айкумены этого града. на завета, где Матерь Божия встретила Ангела и сказала ему, «Все раба Господня, будь мне по глаголу твоему». Первое из людей откликнулось на зов Божия. Каждому из нас этот зов обращен так же. Ангел ей возвестил волю Божию. Она постаралась ее выполнить как раба. Без прикословно, не обсуждая, не наводя никакой критики, приняла целиком, не разбирая, что мне тут нравится, что не нравится. Вот это я возьму, а это я не возьму. Хотя то, что набрала Симеона, это ужаснуло. Он сказал, «Тебе же самой оружие пройдет душу». Но она на это пошла. Почему? Да потому что такова воля Божия. Ей даже в голову не могло прийти, что можно идти против воли Божьей. А мы даже крестным ходом не умеем ходить. Почему? Ну потому что Господь сказал, если ты приходишь в какое-то собрание, ты садись в последнюю. А у нас каждый норовит вылезти вперед. То есть каждый из нас, даже в таком священно-действии, как крестный ход, делает все противоположно воле Божьей. Получается какой-то абсурд. Вместо священно-действия – кощунство. Вместо угождения в Богу – противоречие. Вместо христианства – антихристианство. А потом еще каких-то ИНН боятся. Это нам-то ИНН боятся? Да это нам все родное. Противляться Богу – да это наша стихия. Служить дьяволу – да это наш родной суп, в котором мы плаваем с детства и до похорон. Но это наше, чем мы испугались? Это все наше родное, бесовское, сатанинское. Это наше жестоковыное, все время противление, все время первым. Человек страдает все время от того, что он не первый. А вторая ступень как раз и говорит о том, а ты встань последним. Это и воля Божия. Это не какой-то грешный, окаянный отец Дмитрий придумал, который хуже всех. А это есть воля Божия, царя Вселенной. Это воля того, кто сочинил и математику, и физику, и химию. Кто создал и вулканы, и моря, и амебу, и орангутанга, и нас с вами. Это его воля, чтобы каждый был последним. Он, умирая, взял таз, налил туда воды, и стал ноги умывать ученикам. Что, больше делать нечего перед смертью? Нет, Он просто говорит, если я, Господь ваш, и Учитель, делаю это, то и вы должны не лезть вперед, потому что так делают люди, которые пришли на рынок. Так делает быдло. А вы должны быть граждане неба. А на небесах все друг друга пропускают вперед. вот для чего Он основал Церковь. Чтоб нас научить небесной жизни. А мы, даже будучи правим, противляемся воле Божией. В каждом нашем штрихе нашего поведения. Поэтому нам нужно не просто читать Священное Писание, не просто остановиться вот на этом благовестии. Да, не тогда каждому из нас коснулось Слово Божие. И мы уверовали. Но это первая страница. А что дальше? Каждому из нас вручен драгоценнейший дар веры. А мы его закапываем в землю. Мы никак ее, эту веру, не используем. Это нам дано Евангелие. Оно нас ничему не учит. Но все равно в каждом нашем действии, в каждом нашем слове, в каждом нашем мысле, в каждом нашей чувстве мы сопротивляемся Евангелии. И еще отстаиваем свою мнимую греховную правоту. Мы настаиваем, мы говорим, мы имеем на это право. Да, это действительно так. Человек, ты имеешь право. ты имеешь право жить так, как будто вообще никакого Бога нет. Ты можешь делать все, что хочешь. Ты можешь жить как ангел, можешь жить как человек, можешь жить как скотина, можешь жить как насекомое, можешь жить как демок, можешь жить как сатана. Ты можешь выбрать любой для себя путь. Да, ты свободен. Ты можешь даже это через суд доказать, но и останься со своей правотой, но не со Христом. Вот в чем дело. А цель-то того, что каждому из нас, вот мы, вот такие грешные люди, избранники Божьи, он нас избрал, дал нам веру, чтобы мы эту веру употребили в то, чтобы нам стать поистину гражданами неба, чтобы нам с земли взойти на небеса. Мы все разы. Ничего общего, кроме этой веры, у нас нет. Вот это то, что нас объединяет друг с другом. И Господь хотел бы, чтобы из этого еще, из этой веры, как из семени, у нас еще выросло друг к другу и снисхождение, и любовь, и послушание, и понимание, чтобы мы приобрели божественные качества. Вот для чего он нам дал веру. А не для того, чтобы мы, так сказать, лишний раз имели еще и религиозный повод выпить и закусить. Это можно и за приезд, и за отъезд, и вообще, так сказать, включил телевизор, выпил, выключил, опять выпил. И так вообще можно всяких таких устроить интересных, так сказать, себе таких праздников. Но они, конечно, будут весьма однообразны. Нам это дано для того, чтобы нас спасти из той помойки, в которой мы живем. Потому что Господь не хочет, чтобы мы были полураздавленными тараками. Он хочет нас взять в себе. И же предуведи тех и предустави, сказал апостол. Господь с небес, в каждом из нас, несмотря на все наше с вами окаянство, увидел возможность спасения. И дал нам веру. Он-то в нас верит, что каждый из нас, вот такой никчемный, полупридурошный, может спастись. Поэтому он нам веру дал. А мы? А мы, как будто даже этого не замечаем. Действительно, как будто свинья, на которую надели бриллиантовое колье. Оно пока ей неудобно. Только ей, так сказать, душит, как ненужный галстук. Селедка, которая в щи падает бесконечно. То есть, совершенно ненужная вещь. А это же бриллианты. Это же, мало того, что это красиво, но это же еще куча труда вложен. Это же твердейший материал. Чтобы обработать это, не знаем что, сколько нужно энергии затратить, вообще ума, всякие техники, инженерии и так далее, и так далее. А мы не понимаем, мы не знаем, что с этим даром вера делает. Да, вот раз я верующий, я должен прийти и какое-то время там потолкаться. Дело совершенно не в этом. И вы не думаете, что я ругаюсь по поводу того, что мы толкаемся. Нет, наоборот, я к этому привел, мне даже это очень мило. Вот, не по этому, просто, ну как-то актуальный пример, что как это вот наглядно проявляется. Даже в том, в чем мы вроде совершаем ради Господа. Просто здесь, ну когда всегда в храме, это наиболее ярко видно. Потому что когда, ну какой-нибудь кавардак на рынке автомобильном, это понятно. Когда в храме, как-то это вроде не соответствует. Хотя люди и там, и там одинаковые. Но просто там они как-то поумнее, по ловчей. Здесь у нас инвалидов побольше. И по телу, и на всю голову, и так сказать. Поэтому с нас-то спрос как бы меньше должен быть. Но люди приходят в храм и думают, что здесь вот их встретят ангела. А видят сумасшедший дом. Поэтому апостол Павел говорит, если кто незнакомый придет в ваше собрание, не скажет ли он, что вы беснули? Скажет. Потому что никак не напоминает это общество собравшихся людей, служащих благочестию. Нет. Рынок, он и есть рынок. А мне, а я. Ну то же самое. В одни руки два пакета не давать. Благодать. То есть, как бы, закон тот же. Механизм. Тут все действует наоборот. Получит как раз тот, кто не получит ничего. Кто последний, тот будет первый. Если кто хочет между вами быть большим, тот должен быть всем, всем слугой. А вот кто хочет быть первым, тот должен быть не слугой, а рабом. Рабом. То есть, как вещь. Не то, чтобы слуга. Бог. Подай минеральную воду. Спасибо Богу. А раб. А раб. Пошел вон. Зарезать его. Пустить на пирожки. Вместо благодати. Или тут же его кинуть в садок с муренами. И глядеть, как они его будут есть. Потому что это раб. Это рыбий корм. Вот что такое раб. Так вот, кто хочет быть первым, тот должен быть рабом. Всем. Не только хорошим. Как вот мы, рабы. Кто детям своим, кто внукам, кто там, чаще всего, страстям. А любому человеку. Быть рабом. Вот тот первый. Вот как. Почему Христос, царь царей, Господь, Господи. А потому что он, раб. Его и распяли на кресте. Рим, гражданина Рима, не могли распять на кресте. На кресте распинали только рабов. Причем беглых, или там восставших, или что-то укравших, и так далее, и так далее. В назидание другим рабам. Поэтому он и вознесен выше всех. Потому что он во всем уподобился рабу, будучи царем в селе. Вот это духовная победа над миром. Кто хочет христианства, оно вот оно. Оно на кресте. Это быть среди рабов. Тоже справа и слева тоже два раба. И быть еще распятым. Это еще мало. Перед этим тебе должны избить, оплевать, поиздеваться. Вот только так. И еще предать. Вот тогда, да. Тогда ты ученик Христов. А ты что хотел? Дай Бог доброго здоровья, да? Чтоб тебе операция благополучно прошла. Чтоб тебе там то, что... Нет, голубчик. Это не сюда попало. Это совсем не сюда. Не в ту компанию. Здесь совершенно другое сообщество. Если ты ищешь этого, не по тому адресу. Ошибся. Здесь все совсем по-другому. И вот и нам нужно почувствовать, а где вот это другое в моей жизни? Где оно? Вот это распятие. Что от меня ждет Господь? Сегодня. Не завтра в каких-то безумных, бредовых мечтах. А именно сегодня. Что от меня сегодня Господь ждет? Как я могу сегодня по-христиански поступить? В чем? Вся жизнь состоит из маленьких, таких очень незаметных поступков. Но каждый поступок, абсолютно каждый, он либо направлен к Богу, либо от Него. Поэтому каждый человек в течение своей жизни, он совершает такое шествие. То к Богу, то к Богу, то назад. То вдруг ускоряет шаг, то бежит назад, то вообще провалится в яму. И вот надо за собой наблюдать. А чтобы нам быть сориентированным в этом пространстве, нужно знать Евангелие, где все вехами обозначено. И про бревно написано, и про скамейку, и про чужую жену, и про то, что как твой глаз тебя там на что соблазняет, и что надо делать с рукой, когда через нее приходится облазнение. Там про все написано. Только нужно этому постараться следовать. Вот и все. Тогда мы будем знать, куда идти. Но сейчас мы тоже знаем, куда идти, да? Мы сейчас с местным ходом обойдем, и тем завершим престольный праздник. Благословение Господне на вас, того благодати человека люди, всегда он не пристан и вовеки веков. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!